Дуги S86 В комплектации мы можем заметить разнообразный, что у нас здесь есть, салфетки для противники дисплея, пленочка для дисплея, благодарственное письмо от Дуги и прочая документация. Это нам неинтересно. Также здесь есть блок для зарядки телефона, специальная отверточка, чтобы всякие разнообразные заглушки открывать. Довольно-таки удобная вещь на самом деле. Также есть ремешок для того, чтобы подцепить телефон на руку, например, чтобы удобнее было носить или не бояться выронить. И напоследок здесь есть кабель подключения телефона к компьютеру с USB Type-C разъемом для телефона. На этом комплектация закончилась. Корпус у данного телефона очень крепкий и защищен он сразу по IP68 стандарту и IP69K. Это все позволяет телефону погружаться под воду без каких-либо последствий, падать на какие-либо поверхности, бетон, асфальт и тому подобное без каких-либо тоже последствий, что очень хорошо. И давайте посмотрим, что же здесь есть на грани. С левой стороны у нас настраиваемая кнопка, а также слот под две сим-карты или под сим-карту и карту памяти. Слот здесь гибридный, можете как угодно использовать. С верхней части у нас разъем под наушники, который скрыт под заглушкой. С правой стороны сканер отпечатка пальца, клавиша блокировки телефона, а также две кнопки регулировки громкости. С нижней части у нас разъем под зарядку и отверстие под микрофон. С задней же части мы можем обнаружить два довольно-таки громких и, что стоит отметить, очень качественных динамика. Я думаю, вы сами понимаете то, что через видео вы не сможете понять, как данный телефон звучит, но на самом деле, если вы вживую послушаете, вы будете приятно удивлены. Также здесь есть очень яркая вспышка, прям очень яркая и блок из четырех камер. На 16, на 8 и остальные камеры по 2 мегапикселя. И что же, давайте перейдем к дисплею. Под защитным стеклом данного телефона скрывается 6,1 дюймовый дисплей, который имеет довольно-таки неплохие характеристики, как для своей цены. А это 1560 на 720 пикселей. И этого вполне хватает, чтобы картинка была четкая, плавная, без каких-либо видимых пикселей. Сама же матрица дисплея здесь IPS, что в свою очередь дает очень натуральные и правдивые цвета на данном телефоне. Что касательно характеристик. Оперативной памяти в данном телефоне 6 гигабайт. И этого хватает как для требовательных приложений, чтобы они не лагали, так и для какой-то хорошей многозадачности, где вы не будете загрывать по 8, 9, 10 приложений, и все они будут оставаться у вас в памяти, не перезагружаясь. Что довольно-таки неплохой бонус. Своей памяти здесь 128 гигабайт, а также сюда можно подключить карту памяти еще до 128 гигабайт. То есть с памятью проблем абсолютно никаких нет. Ну и давайте посмотрим, как телефон поведет себя в играх. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрим, как телефон поведет себя в воде. Субтитры сделал DimaTorzok Что же можно сказать в итоге про данный телефон? Он выдержит абсолютно все неприятности, с которыми вы его столкнете. То есть падение, погружение под воду, например, разговоры под дождем. Данному телефону это все нипочем. Смартфон выдерживает гораздо более сложные вещи. Смартфон имеет хороший процессор, батарею на 8500 мАч, что хватает ему на 3-4 дня очень активной работы и это без каких-либо проблем, что является тоже огромным бонусом данного смартфона. Он имеет хороший блок камер, который качественно делают как фото, так и видео. Крепкий дисплей, мощный процессор, вдоволь памяти и возможность работы с двумя сим-картами. На этом все. Приобрести данный смартфон вы можете в нашем интернет-маркете 2.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.